здравствуйте все любители рукоделия я приветствую вас на своем канале меня зовут Елена и сегодня я вам представляю оформленный результат моей работы иконы Богородицы именуемой Каспоровская скорее всего ударение на первый слог и я в первых своих видео ставил ударение неправильно но я точно не знаю кто знает поправьте меня так моя работа выглядит ярком солнечном дневном освещении и я немного расскажу об оформлении напоминаю то что я работала по набору от фирмы изящное рукоделие это дизайна поповой Натальи Григорьевны я надеюсь встретиться с ней на выставке и задайте некоторые вопросы по поводу работы если у вас будут вопросы задавайте я передам их самому дизайнеру я надеюсь что все таки все сложится и мне удастся с ней встретиться так по поводу оформления в чем заключалась идея подбирался багет это пластиковый багет и антибликовое стекло багет подбирался максимально подходящий по цветам к нимбу Богородицы и Спасителя вот этому золотому украшению но чтобы он был приглушенный то есть это патина состаренное золото чтобы он не был кричащим и не брал на себя много внимания чтобы больше внимания на себя брала и сама икона а также чтобы он органично сочетался с бордонными алыми цветами на самой иконой я думаю что вот этот состаренный цвет золота он наиболее сюда подошел по крайней мере из тех вариантов которые были предложены в багетной мастерской также долго я выбирала и сам размер багета хотелось представить как это будет в готовой работе для того чтобы он органично сочетался из внутренней рамы вот этой бордовой окантовкой которая на самой иконе это внутренняя рама самой иконы она достаточно широкая и нужно было подобрать багет который будет сочетаться и по ширине и по цветовым характеристикам органично вписываться в работу то есть мне хотелось достойно обрамить иконы но не испортить ее роскошным оформлением я надеюсь мне это удалось и так стекло антибликовая немного все-таки в нем отражается засвеченные белые части окна но напоминаю что это яркий солнечный день я напоминаю что у меня были недостатки в оформлении я делала большие узелки на изнанке из проволоки боялась что они будут видны буграми на лице багетной мастерской мне предложили оформить натянув на натянув на подрамник то есть что такое подрамник подрамник это деревянная рама на которую натягивается ваша работа и пристреливается к ней степлером вот эта белая ткань которая просвечивает эта ткань на которой вышивалась моя икона богородицы сверху она прикрыта обыкновенным листом картона который тоже пристрелен степлером то есть если снять этот лист картона то мы увидим мою изнанку она ни к чему не приклеена она натянута как на пяльце с помощью этого мастера багетной мастерской исправили мой недостаток вот это металлические крепежи которые крепят подрамник к самому багет если вы хотите чтобы ваш подрамник и багет были на одной линии чтобы когда вы будете вешать на стену икона или картина не выступала нужно заранее обговорить чтобы ширина подрамника совпадала с углублением багета подрамник крепится на багет с помощью таких металлических держателей и шурупов но соответственно еще и струна которая может использоваться для того чтобы держать багет итак благодаря усилиям багета мастеров узелки не видны но остались видны мои небольшие протяжки как я их и не прятала к сожалению они все таки остались видны вот камера у меня недостаточно четко но вот небольшие видите протяжки это все леска это видно на красно-бордовом алом бисере на рубке это не видно по цветам она сливается с леской это не совсем заметно но вот к сожалению на бисере это видно плюс видна ткань основы вот это проступает цвет ткани основы я пыталась красным фломастером закрасить для того чтобы хотя бы основа была красного цвета это вот к сожалению стоит уже доработать самим изготовителем наборов но это недостатки которые к сожалению мне видны многие пишут в комментариях что я очень самокритична да я самокритична и считаю что это правильно я могу критиковать достаточно жестко свои работы и это правильно потому что хвалить себя это некрасиво неправильно и неконструктивно потому что развиваться можно только исправляя свои недостатки потому что найдутся всегда люди у которых работа будет гораздо лучше уровень более профессиональный я считаю что стоит учиться у них а не останавливаться на достигнутом вот это выражение мне очень нравится оно висит у меня на рабочем столе это слоте не про перфекти у пота снизу черта я простите меня мое предложение на русском оно звучит как к совершенству можно только стремиться да я абсолютно согласна с этим древногреческим выражением оно совпадает с моим мировоззрением я считаю что к совершенству можно только стремиться и достигнуть его человеку невозможно но видимо но только в процессе стремления мы можем совершенствоваться развиваться и становиться *** лучше и профессиональнее Я считаю, что это и есть смысл всего нашего существования. А останавливаться на достигнутом, это значит со временем просто деградировать. Итак, я вижу свои недостатки. К сожалению, они меня удручают. И напоминаю вам, что мне придется дарить работу. Я не знаю, как будут реагировать Адарьимы. Я надеюсь, что они ее все-таки возьмут. Эта икона послужит во благо многим людям. И они будут вспоминать меня добрым словом. Я также приглашаю всех на выставку, осеннюю выставку формулы рукодели, которая пройдет в Сокольниках. Я очень надеюсь, что я сама там смогу побывать и встретиться с дизайнером, разработчиком данной иконы, прекрасной иконы. Задать ей свои вопросы, интересующие меня. И, возможно, эти вопросы, ответы на эти вопросы будут очень интересны и тем, кто хочет взяться за подобную работу. Желаю всем удачи, кто хочет взяться за подобную работу. Считаю, что достаточно хороши разработки фильма из изящной рукоделины. Они требуют небольшого навыка. Посмотрев мое видео, вы можете избежать некоторых ошибок, которые допускала я. Надеюсь, что вам опыт мой был и интересен, и полезен. Я благодарю всех за внимание, за комментарии, за участие и добрую поддержку тех, кто был со мной, когда я вышивала эту икону, и все, кто за меня переживал в этот период времени. Надеюсь, что моя работа вам понравилась, и она послужит вам примером, либо опытом в исполнении своих работ. Те, кто более опытен и более совершенны в этом искусстве, вышивки в прикреп на проволоке, я прошу оставлять свои комментарии, делиться своим опытом. Мне будет интересно прочитать и поучиться чему-то новому от вас. Итак, я благодарю вас за внимание, жду ваших комментариев. С вами была Елена. Всего вам хорошего.